И это канал Жирный Голубь, и сегодня у нас мега дегустация Балтики. Продегустируем от нулевки до девятки, да? А потом в конце видео мы это все смешаем и выпьем в смешанном виде. Представляете, господа? Да-да, не удивляйтесь, именно в смешанном виде. То есть по две капли из каждого из этих сортов, и посмотрим, какая бурда получится. Но давайте начнем с нулевки, потому что надо идти к большему, как говорят все алкаши. Наливать будем не особо помного, примерно по полбокала. Может чуть и меньше, короче, с пеной полбокала. Свет, смотрите, какой Балтикиной. Просто белый, да? Белый, прям белейший цвет. Странная какая-то, белая муть вместо пива. Давайте нюхаем. Пахнет как хугардом. Внезапно. Но оно пшеничное оказалось. Эта нулевка пшеничная, она правильно пахнет как хугардом. Потому что действительно пшеничная нулевка. А пшеничная, оно все как хугардом. Так что давайте на вкус. Мало того оно пшеничное, но еще и с вкусом грейпфрута. Короче, этому любому пиву вот нулевки лайчонок. Потому что 44 рубля стоит вот эта любая банка 44 рубля. И соответственно нулевки однозначно лайчонок. Вот, что можно сказать. Однозначно. Пшеничное пиво без капли алкоголя. Не фильтрованное, пшеничное. С офигенным вкусом. И даже хрифрут какой-то чувствуется. Хотя он там не должен быть вообще. Ну шо, господа. Моем стакан. И вот стакан вымыт. И наша алкодегустация Балтики продолжается. Несмотря на то, что я люблю нулевку. Любую не только вот эту пшеничную, но и обычную нулевку. Кстати, я думал, что я беру обычную нулевку. Но она оказывается и пшеничная есть. Но это будет интереснее в смешивании просто. Мы продолжаем Балтика 3. Балтика 3 это одно из самых моих любимых пив. Как сказал бы у намаз пив. Потому что это вкуснятина была. В 2010 году это была вкуснятина. Этим пивом, в отличие от какого-нибудь другого, невозможно отравиться. И оно всегда примерно на качество такого средненького. Даже может хорошего. Но оно особо без интересного вкуса, как я помню. Но оно нельзя отравиться. И это большой плюс. И всегда одно и то же качество. Никакого вариантов нет. То есть это самая классика. Из вот этой Балтики 3 варят и девятку, да. И нулевку. Только белую нулевку, синенькую вот эту, да. Делают. Обратным осмосом, фильтром. Но я не знаю, я не в курсе до конца. Так что, вскроем. У нас падает. И нальем. Пены полно. И цвет тут уже пивной. Вот честно скажу, цвет тут уже просто пивной. Без всякой халтуры, да. Там была халтура какая-то тут с пивной цвет. Просто прозрачного пива, да. Похоже, шибко разбавлено с одной стороны. И, господа, я вам покажу один прикол. Кто не знает, да. У меня привычка есть, когда я банку открываю, я вот так вот штуку вот эту отвожу вот сюда в бок, да. Пусть так быстрее пить можно вот так сразу, хопа. И целую банку взглотить целиком прям. Чтобы не выебываться, а прям сразу взглотить. И не выебываться, в общем. Итак, стандартная дегустация на запах. Пахнет хорошим пивом. Давайте на вкус. И на вкус, как я и думал, что это легкое, хорошее пиво. Даже чересчур разбавленное, да, как-то у нас разбодяженной водой. Чересчур такое вот слабенькое для меня. Ну, а для лета самое то, Балтика-3. Самое то для лета, самое то для вот этого легкости, для вот этого легкого пива, да. На дачу взять, это отлично, да. И это и врегут, Балтику-3 взять на дачу. Опять стакан выйдет, да шо ж такое. Но, чё делать-то? Итак, дальше у нас Балтика-семерка. Балтика-семерка это сомнительное удовольствие. Поскольку по сравнению с Балтикой-тройкой она раньше стоила дороже, это сейчас она 44 рубля, и пофигу, да, любое. Раньше она стоила дороже, потому что маркетинг, это самое дело США, оно премиумное и экспортное, да. Мало того, что оно премиумное, так оно экспортное. А вот чем оно лучше, сомнительно, да. Туда просто чуть-чуть ещё и чменя засунули, да, и всё. Посравнивать с вот этой хренью, туда ещё и чменя намалоли чуть-чуть, да, накидали, да. Опилка сверху. Вот и всё. А экспортное это развод для совков, типа, да. То, что на экспорт, оно лучше, чем то, что для страны производится, да. Это советский прикол такой. Но на самом деле они все идут на экспорт, и все доступны во многих странах мира, да. Вот. Так что они все экспортные. Все. Даже девятка. Особенно девятка. Особенно много почему-то девятки вывозят в страны США, там, и всего прочего такого. Вот. Так что давайте, не будем тянуть кота. Вскрываем. Наливаем, смотрим, что там будет. Вот. Крышечку поворачиваем, как всегда, как я люблю. Свет смотрим сразу. Свет еще более прозрачный, чем у тройки. Вот. Да он менее такой даже свет, наверное, даже еще более прозрачный получается. Не знаю почему. Стандартная дегустация на запах. Вот вообще от тройки ничем не отличается. Давайте перерегустируем еще даже. А нет, наврал. Но когда не сразу, вообще не замечаешь разницы, да. Уж окажется, что нету, но тройка чуть послабее пахнет. Короче, свет еще раз. И давайте лакнем. Оно незначительно поядренней тройки, но по факту никакой разницы и нету. Незначительно поядренней, незначительно менее разбавлено просто и все. Так что, Балтика семерка, сомнительная хрень, берите тройку. Тройка и помягче, и оно и летнее. А это просто потяжелее чуть-чуть бурда, да. Но та же самая, короче. Вот эта хрень, она та же самая просто. Так что, ты нас разочаровываешь. Короче, вот эта пятерка, оценка, вот эта пятерка, это четверка с плюсом. И это, короче, тройка. Вот. Не стоит того, как правило. Без всяких акций оно того не стоит. 60 рублей оно того не стоит. И мы переходим к девятке. Почему-то очень многие подписчики просят подегустировать именно Балтику девятку. Хотя в ней, по сути-то, ничего такого особого и нету. Вот вчера или день назад была на дегустации, по записи видео, вернее, в виду, имею в виду я, была перцовая настойка 40-градусная. Вот это невозможно пить вообще. Есть портвин 3-7, от которого потом ты, несмотря на 14 градусов, ты будешь с больной головой находить целую неделю. А почему-то народ на Балтику девятку агрессивен, да? Хотя никаких отрицательных эффектов от нее, как правило, не бывает. Она просто не особо вкусная, да, и для многих очень крепкая. До введения акцизов Балтика девятка стоила 27 рублей. А сейчас акцизы есть в России на литры пива, да? Кошка, уйди. То есть, когда акциз уже стал 15 рублей на такую баночку, соответственно, никто уже не продает по 27, да, потому что баночку пришлось бы отдавать за 7 рублей. А так это был дешевый вариант закинуться и все. Если у тебя кончились деньги, одна мелочь в карманах. И был выбор между жвачкой Орбит и Балтикой девяткой. Ты что? Проходи на тавлетку свою. Но мы, пожалуй, не будем с ним скота заливаю яйцо. Вскрываем. Даже не вскрывайте, зараза. Вскрываем. Вот эта Балтика сломалась, распада. Просто не дооткрылась. Но мы знаем, что делать. Просто проламываем ручками. Вот. И давайте наливать. И смотреть, что из этого будет. Опять полстакана, как всегда. Короче, вот. Пенец, он точно так же. Имеет. Такой же цвет, только более зеленоватый. Вот. Еще раз показываю. Такой же, но цвет, но более зеленоватый только. Вот. Такие вот дела. И теперь, господа, то, чего вы ждали. Вот, смотрите, еще цвет, да, зеленоватый. Какой-то зеленоватый цвет, неприятный. А то же самое и все. Короче. И теперь, что вы ждали. Вот тут пена, кстати, осела все. Очень быстро. Отлечет стальных из них. И теперь, что вы ждали. На запах. Пахнет кислятиной и крепостью какой-то. Я нюхаю еще раз. С уверенностью можно сказать, даже не считая состав, что пахнет мальтозной патокой. У нее есть специфический такой запах. У пива, которое сварено для ускорения на панетозной патоке, такой неприятный запах есть. Попробуйте любое из них, да, где она есть. И вы ощутите это. Его неприятно будет нюхать именно. Пить оно будет на куста относительно нормально. А вот на запах оно будет вот таким вот каким-то неприятным, да. Неприятный будет такой запах чуть-чуть. Не сильно неприятный, но такой чуть-чуть неприятный. Короче. Давайте уже хряпнем наконец. Ну да, горьковато чуть-чуть, но не смертельно же. Не знаю, почему тут хейтят его. Мне вообще как-то безразлично, да. Ну чуть-чуть горче, чем семерка вот эта, например, да. И все, чуть пожестче, да. Чуть-чуть, совсем немножко. Вот, так что. Не знаю, что тут хейтить. Ничего такого нету тут. Тяжелого и неприятного. Даже оно намного мягче, чем я предполагал, в общем. Нормальное, терпимое пиво, да. В желудке оно, конечно, тяжести отдает, столько и всего. А в остальном его можно пить, и многие чаще чем-то в деревнях только такое их лещут. И они живы и довольны, да. Брьют только часто, а так нормально все. И что вы хотели, да? Давайте все смешивать. Наконец, чуть-чуть давайте. Вот прям я в прямом эфире буду делать. Вот, залили такую. Такую, короче, четверть, да, почти залили. Троечка пошла, короче, троечка пошла. Троечка уже до половинки почти. Давайте семерочку заливаем. Давай, давайте. Давайте спадаем, спадаем, давай, давай, давай. Вот. И вершина, вершина коллекции нашей девяточки. Девяточку заливаем туда. Вот. как очень побольше 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 девячки мало не надо побольше побольше и мы получили мегабалтику короче это гриндайзер мегабалтику гриндайзер как он назывался помните такой сериал шоу повер рейнджер да там там какой-то школьники какие-то они когда вот так толпой собираюсь они хопа и в гриндайзер прям превращает такой гриндайзер начинал так убегать там что-то в пустыне ходить до гриндайзер такой начинал ходить вот огромный той школьники по-моему там было правда их 55 школьников они в один гриндайзер и вот у нас балтика гриндайзер вот цвет какой-то зеленоват на мутно-чайный короче да я бы сказал что это чай если бы не было вот этой пены я бы сказал что вот этот цвет цвет просто чая да который ваша мама готовит во зеленого цвет зеленого чая здесь я чуть-чуть подождем пока сядет пена она из-за балтики 9 быстро осаждается сейчас я это все хряпну да да не удивляйтесь но сначала замах не взданыхну занюхну перед тем как это все нюхать или пить я понял свою ошибку да у меня есть ошибка в этом видео да вот в этой вот бурде да я не забыл перемешать так что спада вунш пунш вунш пунш там происходит какая-то реакция да видите там извержение вулкана внутри газировка стала появляться из ложки на ложке стали появляться пузырьки да то есть оно начало с металлом как-то синхронизироваться да как-то реакция с металлом она может отъесть металл на ложки наверно пуши это балтика гриндайзер она можете ложки откусывать так что я ложку отсюда убираю подальше в общем балтика гриндайзер давайте короче нюхать сначала мы это понюхаем пушу я же нюхаю сначала вы не поверите ни за что что произошло запах грейпфрута вот отсюда запах грейпфрута прилетел на весь вот этот стакан уже наверно был самым сильным из нулевки запах грейпфрута я думаю будет вкус девятки и запах девятки но нет запах грейпфрута отсюда из балтики 0 заканчиваем тянуть кота и хряпом это все залпом или хотя бы половину зал но суть вот в чем и вкус тоже стал как у балтики нулевки у всего вот этого вместе смешанного у балтики гриндайзер вкус от балтики нулевки наверно там какие-то особые химикаты используются которые ароматизаторы все такое прочее которые дали вот этому всему аромат грейпфрута то что балтики гриндайзер лайк короче оценки давайте я вам напомню напоследок тут пятерка тут 4 плюсом тут 3 тут короче тоже 3 с плюсом и балтики гриндайзер 4 с плюсом можно пить но зачем то шо тушите господа свет как всегда теперь я могу его потушить и меня это господа радует а шо вы думаете скажешь или попали